Всем привет, друзья! С вами снова Добрый Макс, и мы вновь вместе с Кейтворкер пытаемся разобраться в здешней ситуации в Альсимборе. Напоминаю, что Курк, вождь племени, ждет нас в клинике, в то время как мы прибыли на берег и убедились в том, что токсические отходы, которые сливает доктор Ефимова вместе со своим ассистентом, они вредят страусам, вредят их жизни. Ну что ж, давайте попробуем помочь, раз Юколы обратились за помощью именно Кейт. Так, ну что для этого сделать не совсем понятно. Так, может ли нам кто-то хоть пояснить хоть что-нибудь? Кейтворкер! Не убей Лока-Лока! Так, или нам нужно пройти чуть дальше. Да, вполне вероятно. Только куда нас это приведет? Другой вопрос. Можно, конечно, перекрыть воду. Но это будет, по-моему, уже совсем... Духи, пришло время указать мне путь. Я так думаю, что все предыдущее время Кейт могла и самостоятельно разобраться со всем, поэтому вряд ли стоит прибегать к помощи духов в этот раз. Думаю, нужно просто спросить. Просто спросить. Вряд ли это получится, потому что, как видите, мост-то сломан. Ну да ладно. Похоже, этот датчик показывает напор воды и уплотимый. И вот здесь есть, по всей видимости, какая-то регулировка. Так, интересно. Так, в какую же сторону туда вращаться? А, все понятно, друзья. То есть нам нужно держаться в каких-то определенных... Это, видимо, сброс воды. А вот эти два... ...положения. Не совсем понятно, друзья, как именно здесь нужно действовать. Давайте попробуем... ...давайте попробуем... ...еще раз. Нет, по-моему, стало только хуже. Да, заворачиваться очень сложнее. Так, один оборот нам... Так, все, вот мы, похоже, давление сбросили. Да, мы находимся в зеленой зоне. И тем не менее, вот обратите внимание, что... ...это какой-то, видимо, надводный мусор. А это подводный мусор. Так, и что нам это дает? Да, таким образом, видимо, отсеивается надводный мусор. Но при этом перекрывается определенное давление. Нижнее колесо отличается за подводный мусор, да? Так, давайте, еще раз попробуем. Так, и немного нужно отвернуть вот это колесо. Ну, тем не менее, оно не помогло вовсе. Нужно просто спросить, у кого и что. Так, стало только хуже. Давайте попробуем отвернуться еще на один оборот. Ну, вроде бы, друзья, мы находимся с вами в зеленой зоне. Что-то, видимо, не так с положением вот этих колес. Да, не совсем понятно. Нужно просто спросить. Можно, конечно, попробовать обратиться за помощью к самим Юколам. Может быть, они могут подсказать, как лучше поступить. Но, честно говоря, вряд ли они обладают какими-то такими сведениями. Да я и думаю, что если бы сейчас решение было принято верно, то явно Кейт бы в этом сама убедилась. И тем не менее, давайте попробуем вернуться. Мисс Кейт Вока, и убить Лака-Лака. Нет, насколько я понимаю, еще... Стараюсь и скоро не подчиняться. Мисс Кейт Вока, очистить река. Да, придется вернуться обратно. Может быть, конечно, попробовать докричаться до того, кто на вышке, но, честно говоря, я не представляю, как это сделать. Вообще, было бы правильно забраться наверх и попробовать с моста докорчаться, но... Не знаю, не знаю. Нет, там никого не видно, и вряд ли кто-то нас услышит из-за такого мощного водопада, потока воды. Нет, подняться не представляется возможным. Похоже, этот датчик показывает напор воды у плотины. Так, ну да, здесь даже если мы поднялись бы на самой вершине, тут нам бы тоже мало чем помогло. Так, ну что ж, давайте попробуем все-таки еще раз перекрыть поток именно надводный. Так, давайте посмотрим, что нам дает, если мы открываем... Я просто не вижу, друзья, где она открывается. Честно говоря. Вроде бы все в зеленой зоне. Так, давайте еще раз посмотрим. Видимо, нижний... Нижний регулятор, он... Нижнее колесо, оно позволяет потоку... Более серьезно увеличиться, нежели чем... Верхнее. То есть верхнее надо, наоборот, сейчас открутить назад, получается. Давайте еще попробуем. Хотя нет, дальше уже некуда. Ну, хорошо. Так, ну, а теперь можно открывать верхнее. Так, еще один оборот. Уже некуда тоже, потому что... Здесь находится в крайнем положении, а здесь в промежуточном. Здесь, видимо, тоже все закрыто полностью. Давайте попробуем прикрыть здесь немного. Да. Да, друзья, наконец-то. Разобрались. Я, правда, не совсем понимаю, то ли, действительно, вся эта трава, она... У нее плотность гораздо ниже, чем у воды. И она, действительно, не в толще ее находится. Но, видимо, как-то так. Самое главное, друзья, что мы спасли страусов. Да и на самом деле, здесь речь не только о них, а о том, что сами понимаете, что если погибнут страусы, то это будет означать конец всему народу юколов. Как и в случае с оленями, вот эта взаимосвязь народа и братьев меньших, она очень здорово проявляется. Так, ну и что? Теперь, я надеюсь, нам здесь рады. Ну, нам и до этого были рады, конечно. Спасибо, мисс Кейтлока. Сначала проводник не вернется. Теперь в воде яд. Плохо. Да, это точно. Спасибо за нашу стаю. Так, ну и что же теперь нужно сделать? Мисс Кейтлока сделает чудо. Муак. Здесь самое главное сейчас все-таки пробраться в Васильбор и... Васильбор и добыть... Так, минуточку. Как они туда забрались? Потрясающие юки. Кто бы мог нам показать дорогу? Сначала проводник не вернется. Теперь в воде яд. Плохо. Плохо-то плохо. Может быть, нужно зайти внутрь? Бертла, мисс Кейтлока. Страусы спасены. Спасибо тебе и духам. Будьте осторожнее, мистер Бурут. Фильтрующая плотина может быстро разрушиться. Да. Якова отсюда быстро уходить, сберечь страусов. Но без Курка не получится. Он нас везет. Я только что из больницы. Мы лежали в одной палате. Да. К Курк. Не стоит, наверное, говорить им всей правде. Он в порядке. Не волнуйтесь, мистер Бурут. Так. Чего не приходить тогда? Его искусственную ногу делают немного дольше, чем намеревались. Нет, Курка, и Юкола не мочь уйти. Страусы захотят идти дальше без Юколы. Долго тут не просидеть. Страусы перейти озеро в Ольсимбор. Их потом съесть духи оттера. Тук. Страусы пересекают озеро? Так это часть их миграции? Тук-тук. Баранур на другая сторона озера. Путь священных равнин. Страусы класть яйца в горячий песок на священная равнина. Но озеро не замерзать, как раньше. Страусы не перейти. Слушайте, Бурут. Постарайтесь успокоить страусов, а я пойду в Ольсимбор. Я обещала Курку, что достану протезы и вернусь. Бартла-бартла, тук. Мистер Тока, ты друг Юколов. А теперь я пойду к шаману. Айавасха рада будет видеть Мистер Тока. Она много с тобой ходить в мир духов, чтобы не тебя освободить. И поэтому не умереть. Ну да, я так и думал, что нужно войти внутрь. Честно говоря, я думал, что Айавасха будет ждать нас на берегу. Ну да ладно. Да, друзья, помучились мы с вами, конечно, с этой плотиной. Но, тем не менее, слава богу, разобрались. Но ничего удивительного, потому что все-таки Кейт, она девушка смышленая. Мне не совсем тогда понятно. Вот мое изначальное предположение было по поводу ее судьбы. Это то, что ее действительно хотят найти и каким-то образом вернуть. Но я никак не думал, что обернется таким образом, что все дело в деньгах и ее хотят арестовать. Очень странно. Хотя, издалека видится все несколько иначе. Но какую роль здесь тэдово полковника? Зачем она ему нужна? Да, шикарное место, друзья. Как бы мне хотелось там побывать. Огромный шатер. Добрый день, сударыня. Он как-то не очень похож на Юколов. Честно говоря. И зачем мэр позволил Юколам остаться прямо у нас под носом? Люди теперь не любят Юколы. Но почему именно теперь? Что случилось 20 лет назад? И вообще, если ты так не любишь Юколов, почему же ты находишься здесь? Это как минимум странно. Салют. Как нелепо вы оделись, сударыня. Ну, я так думаю, вряд ли кто-то с этим согласится. Айаваска, видимо, где-то внутри, да? Нет, это просто то самое место, видимо, где Кейт проводила те самые времена, когда она была без сознания. Так, это какая-то динамитная шашка. Интересный орнамент. Эх, было бы у меня время немного поспать. Это какой-то план, только план чего? Обратите внимание, страус перебирается, переставляет, переходит с ноги на ногу. Интересно. Вообще, друзья, я так думаю, что далеко не каждый сможет путешествовать в таком паланкине. Укачает, я так думаю, очень быстро. Где же Айаваска? Почему я ее не вижу? Бизнес плохо идти, власти совсем злые. Ну, от Юколы услышать слово бизнес, конечно, немножко удивительно. Раньше мы как-то ладили с Юколами. Думаю, местные мастера такие статуэтки десятками делают. Я так думаю, что местные мастера вполне могли бы помочь Курку самостоятельно. Так, ну давайте поищем Айаваску. Да, Кейт все-таки необычный человек. Раньше Юколы ставить печать в будке. Теперь надо идти в город. Ну да, максимально вынуждают к лишениям специально для того, чтобы сделать их пребывание здесь невыносимым. Восхитительный бардак. Куда лучше, чем рынки в Нью-Йорке. Ха-ха-ха. Не совсем я понимаю, где искать Айаваску. Ну я думаю, что мы все-таки сориентируемся. Восхитительный бардак. Куда лучше, чем рынки в Нью-Йорке. Ну, 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 чёрт. Бумажник! Кто-то украл мой бумажник! Эй, ты! А ну, верни! Тук! А место это право. Когда вы Юколы тут застряли, сразу стало понятно, что вы собой представляете. То ли кальмар, то ли осьминог. Дима, что происходит? Происходит то, что люди имеют право думать то, что думают. Так, вот какой-то вход, да, друзья? Не переживай, дорогой, твой бумажник урани. Ты же мне его дал, чтобы я купила накидку из траусиных пыльов. Выглядит зловеще. А вот и у вас, как-то. Не разумеется, сова. Мисс Кейтвакер, новости хороши? Если честно, не особо. Курка ваш проводник в руках Ольги Ефимовой. Она подмяла под себя директора больницы, доктора Замятина. Еще, похоже, она связана с каким-то военным. Они ненавидят вас, Айеваска. Их не устраивает ваш образ жизни. Это они отравили воду у страусов. Мне кажется, они нарочно тянут с протезом Курка, чтобы держать его в больнице и помешать вам продолжить путешествие. Люди не любят теперь Юколов. Приялись им Юколы тук-тук-сине. Без проводника Юколы не уйдут в Великий Переход. Вернутся на север и больше не двинутся с места. и страуса умрут. Ну, пока все не так плохо. Я обещала Курку пойти в Альсимбур и принести его протез. Топ. Кроме ноги волшебной езди, еще проблема у Юколов. Еще одна проблема? Какая проблема? Айаваска видит много-много злых духов на пути Юколу. А сейчас на озере очень много злых духов и дальше тоже. Баранур. Баранур очень опасный. Неудача, неудача повсюду, а Айаваска очень боится. Должен быть другой способ пересечь озеро, не дожидаясь замерзания. Я постараюсь выяснить в Альсимбуре. Почему мисс Кейт Уокер так нам помогает? Без Юколов я умерла бы от холода и голода в Сибири. Потому я тоже не брошу вас в беде. Тук. Так мисс Кейт Уокер пойдет с Юколами в Великий Переход. Ну, разумеется, это было бы просто шикарно. Сначала мне надо в Альсимбур. Но, как и вы, я, похоже, заперта в лагере. Юколы сейчас не могут в Альсимбур. И мисс Кейт Уокер тоже. Ей нужно найти пропуск, чтобы выйти отсюда. Ну, вот Савата может как раз пропуск и добыть. Где взять пропуск на выход из лагеря? Раньше Юколы могли пользоваться машиной в хижине у выхода из лагеря. Но власти сломали ее и толку от машины нет. Пусть мисс Кейт Уокер спросит и клиент туристов в Альсимбуре. Странно, что озеро еще не замерзло. Наверное, из-за глобального потепления. Злые духи воду греют на дне озера. Гадкие духи повсюду шныряют теперь. Мне рассказали, что племя сделало для меня, когда меня нашли. Большое вам спасибо. мисс Кейт Уокер здорово. Только это важно. Спасибо Айаваске. Я попробую найти пропуск, о котором вы мне рассказали. Мисс Кейт Уокер, скорее. Ну да, затягивать с этим, я думаю, не стоит. Какой странный запах. Шкура. Наверное, из них шьют одежду. Ну да, разумеется. Так, ну и что ж, наверное, в следующей серии можно будет попробовать раздобыть пропуск, потому что... Так, а кто вот это? Люди теперь не любят юколы. А, ну понятно. Я так думаю, что кто-нибудь из местных, которые здесь находятся на рынке, вполне могли бы этим пропуском поделиться. Ну или, во всяком случае, подсказать как его добыть. Пропуск? Это вам вратушу, сударыня. Вратушу. Так, что тут про офицера полиции? Одолжить вам пропуск? Еще чего? И как я попаду домой, если отдам свой пропуск? так можно будет просто потом вернуться и все. И отдать этот пропуск, вернуть этот пропуск обратно. сэр, прошу прощения. Здравствуйте, мисс. Вы не здешняя, да? У вас акцент. Что привело юную американку на нашу прекрасную землю? Дела или туризм? Это очень гильная история. Если туризм, то очень экстремальный, друзья. Понятно. В любом случае, непременно посетите наш город. Вальсенбур прекрасен в это время года. И раз вы здесь, не остановитесь в моем заведении. Лучшая кухня в городе. Надеюсь, что вместе с вещами ей вернули также и деньги. Я бы с удовольствием, но, к сожалению, я узнала, что мне нужен пропуск, чтобы попасть в Альсенбур. Я ищу того, кто поможет мне его получить. Да, с этим такая морока. Вам повезло. Кажется, я смогу кое-чем помочь. Вот пропуск моей жены. Она приболела, поэтому осталась дома. Только она забыла поставить печать в ратуше. Без нее никак? Боюсь, что нет. Без печати документ бесполезен. Раньше было достаточно поставить печать на полицейском пункте у ворот лагеря. Но с тех пор, как в городе ополчились на юколов, так больше не делают. То есть пропуск недействителен? Да как сказать, можно поставить печать, которая похожа на вальсенбургскую. В полиции не такие уж глазастые сотрудники, поверьте мне. Впрочем, я ничего вам такого не говорил. Удачи, мисс. И не забудьте остановиться у меня, когда попадете в вальсенбург. Ну да, мир не без добрых людей. Ну что ж, друзья, тем не менее, давайте все-таки в следующей серии мы попытаемся продолжить и найти ту самую печать, похожую на вальсенбургскую, и попробуем проникнуть к механику. Потому что все-таки, я так думаю, что с каждой секундой, с каждой минутой курка становится все хуже и хуже. Ну что ж, я напоминаю, что с вами был Добрый Макс, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, увидимся в следующих сериях. Всем пока.